здравствуйте вы смотрите специальное интервью в студии мария шматкова сегодня у нас в гостях актер народного молодежного театра крылья александр пальчиков саш привет здравствуйте всем привет рады с тобой познакомиться рады видеть тебя в студии но я думаю что наши телезрители узнали догадались что сегодня в студии не просто актер театрального центра жаворонки ты конечно же актер знаменитого сериала солдат по крайней мере я была яра его поклонницей и в далеком 2004 году смотрела как и многие наши жители нашей огромной необъятной страны саш расскажи про свою карьеру конечно же очень интересно сегодня тебя увидеть с тобой познакомиться вживую как изменился мальчик петя кабанов вот и стал таким взрослым уже мужчиной спасибо огромное тоже огромная честь побывать у вас кстати поздравляю вас вы первые нашем в округе не знаю я сам из краснознаменска и тоже там ни разу не был на нашем телевидении как так сложилось актерская карьера очень просто я занимался в краснознаменске в молодежном театре круг 2 под управлением евгения павловна ступаковой и по окончании 11 класса твердо для себя решил что буду поступать театральный вуз поступил в щекинское училище но и дальше все как как по накатанной съемки конечно да переломный момент когда меня стали узнавать это сериал солдаты особенно там первые две части когда они только вышли а дальше картины посыпались сейчас более 60 роли в кино но все равно почему-то все подходят и вспоминают только по сериал солдат как это не парадоксально твоя роль какая самая ну такая вот любимая цена для тебя и сыграны только хотел ответить что она еще не сыграна но я вот-вот не знаю возможно это картины которые сейчас еще не вышли но уже отсняты такие как сердце пармая мужики и бабы замечательная картина которая уже на протяжении семи лет лежит на полке мы не понимаем что с ней происходит временах раскулачивания на руси ну наверное они но пока ждем будем ждать выхода картин естественно в прокат тем более с той ситуации которая сегодня складывается в кинематографе конечно же хочется чтобы отечественного хорошего кино было как не сомневаюсь все будет хорошо и все есть и все есть это я вам точно я так понимаю что ты родился и вырос в краснознаменске нет родился я в беларуси но зачат был в енисейске но папа у меня военные и он отправил маму рожать к себе на родину домой к ее родителям к моим бабушке дедушкам беларуси родился я там после этого переехали опять в енисейск и оттуда уже отца направили как военного сюда жаворонки кстати то есть направили в краснознамец тогда еще голицына 2 но проживали они сняли дом здесь в жаворонках где собственно сейчас и служу в молодежном театре крылья очень-очень интересно но он вот циклично да казалось бы вот снова вернулся круг замкнулся ты по сути вернулся туда с двух лет я жил уже в краснознаменске и до сих пор там живу то есть приходилось там мы когда в театральный поступил на съемки все время езжу из своего родного города не хочу его ни на что менять мне очень нравится ты сын военного для тебя вот это было подспорим когда работал в картине солдаты да нет я тогда не понимал ничего 16 лет и оказаться ну скажем так в кругу метров борис васильевич чербаков роман мадьянов но с открытыми широко открытыми глазами с изумлением с постоянным поэтому мне кажется там даже не играл ничего но я знаю что на эту роль был очень большой кастинг и очень большие пробы мне об этом рассказывал сам режиссер сергей орланов поэтому но а почему выбрали тебя не знаю нет ни раз никогда не вот может быть из-за этого и выбрали что я был какой-то такой наивный 16 лет ничего не понимающий вообще не в профессии потому что это был только там по моему первый курс института и все то есть ты как слепой котенок абсолютно абсолютно это ты потом уже начинаешь что-то набирать и идешь по восходящей но наверное для режиссера с одной стороны это счастье потому что можно в общем-то слепить да да именно так как нужно именно тебе при поступлении в театральный также говорят кто-то приходит и говорит вот я там 7 лет в театре я уже много чего умею ему сразу говорят до свидания до свидания знаете где дверь да 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 то есть время хочется получить какой-то нулевой вариант чтобы из него уже потом что-то делать так получилось и с тобой ну слушай очень конечно было но открытием для меня и необычного видеть тебя на сцене и в составе трупы молодежного театра крылья как-то было неудобно спрашивать не очень соотносится со словом молодежную нет ну почему просто как-то не не очень мы привыкли что в театре служат в нашем молодежном ребята которые в общем то там выросли а тут приходит профессиональный актер с большой большим багажом и картин за спиной и опытом и ты его видишь на сцене но как-то думаешь да не но наверное показалось просто похож на на самом деле нет не похож перри пришел целенаправленно расскажи когда ты познакомился с крыльями как это произошло и почему решил остаться в этой семье да очень правильное слово семья я это за два месяца пребывания в театре полностью ощутил какая-то совершенно случайная история просто в очередной раз смартфоне листая какие-то театральные наши вещи какого-то городского округа опять же и которые близко ко мне которые можно посетить я наткнулся на театральный центр жаворонки и увидел что там есть такое замечательное как я уже потом узнал театр молодежный театр крылья и наверно мне всегда это было присуще все время идти вперед ничего не стесняться я прямо позвонил позвонил по номеру сразу попала директора ольгу николаевну кабецкого спасибо правда что вы в жаворонках да да кто вы так немножко пообщались минуты две-три она сказала подъезжайте пообщаемся посмотрим уже в живую я приехал встретил ольгу николаевну она меня проводила по всему центру сделал небольшую экскурсию поговорили с ней в кабинете ну расскажи о своих впечатлениях когда ты увидел это маленькое царство театра это маленькое царство театра но я был поражен что какая-то атмосфера в нем царит я зашел и сразу попал как будто действительно в настоящие в настоящий театр меня поразила сцена пускай она и не такая большая зрительный зал фотографии актеров которые развешаны свой музей то есть помимо этого я увидел настоящие там киностудии где они сами там творят свои сюжеты где занимаются вокалом где профессиональные педагоги то есть этот настоящий полноценный театр я думаю ну меня это восхитило правда на предложение было сразу да конечно как бы конечно мне сказали ты можешь подумать но я сказал сразу нет по рукам все мне сказали завтра приезжай ну и все казалось бы всего лишь два месяца но за эти два месяца мало того что ты отработал вместе с агитбригадами на 9 мая ты уже успел съездить в тулу в рамках патриотической эстафеты салют победе как удалось так легко быстро влиться в коллектив состав и вообще-то блестяще выступать на сцене но ушла на блестящий ну ладно что то что ты мы смотрели в туле в зале сладу ладно нет на самом деле это огромное спасибо коллективу и всем ребятам потому что я знаю я знаю как порой принимают актеров в профессиональных театрах в москве и в наших других больших городах здесь такого не произошло я благодарен всем от чистого сердца что они меня впустили впустили в свой дом в семью как вы говорите и предоставили шанс почувствовать себя сначала частью этой команды а потом стать этой частью поэтому только в ребятах дело я думаю что да и вот снова военная тематика то есть вот 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 так или иначе да вот так или иначе все равно да она рядом да ну вот так происходит я не знаю почему но комфортнее работать с этим материалом или или вот она сама ложится и все но почему то все говорят мне идет форма я не я не знаю что с этим поделать вот недавно еще один проект в кино и опять в военной форме поэтому ну я не знаю что это какая-то карма что-то преследует меня но а ты служил я служил в сериале солдаты я все время отвечаю так потому что полтора года съемок тогда службы было два мы снимали полтора это было в нахабина под красногорском это были инженерные войска настоящая часть где мы с солдатами прямо вместе и маршировали и просыпались и ночевали вместе в одной казарме то есть у нас в массовке стояли настоящие солдаты поэтому но единственное мне все говорят саня ты идешь на повышение если я начинал сериал солдаты у меня не было никаких погонов я был рядовой потом я стал ефрейтором сейчас фильме вот недавнем я был уже майором поэтому иду иду наверх заметен да отец не только внешне до отец у меня закончил службу в звании полковника я думаю надо до него хотя бы дотянуться чтобы быть на равных он никогда в твоей юности как-то вот не пытался тебя направить может быть по своим стопам не просто направить а он это целенаправленно делал только не на военно а он у меня военный врач полковник медицинской службы бывший главный пульмонолог космических войск россии и он хотел чтобы я стал врачом и все документы уже были поданы в оренбург где он сам заканчивал медицинский он когда я подошел искал пожалуйста не отправляйте дайте мне шанс а экзамены и вступительные туры в театрале начинаются намного раньше чем даже заканчивается там 11 класс я уже там в марте проходил первые прослушивания я подошел к родителям и сказал дайте мне пожалуйста шанс если я вот на бюджет пройду то пожалуйста можно я не поеду в оренбург поступать на врача ну естественно родители с легкостью конечно какую сами были уверены да какой бюджет я сразу поступил щуку и все естественно этом был поставлен крест мечты отца матери что я стану врачом ну то есть они дали все таки слова да и не смогли его нарус конечно но твое желание было настолько велико что наверно видимо было огромным все преподаватели которые в тот год набирали курс не смогли устоять перед твоим обоим но видим удастся у кого-то учился михал борисов уже ныне покойная его все знают в широких так кругах это программа русская лото по телеканалу россия 1 вот этот бессменный ведущий это был мой мастер-курс помимо этого павел любимцев помимо этого не михайловна дорожина юрий шлыков наталья санько ну там щука есть саш сегодня чем работаешь в крыльях к чему присматриваешься понимаю уже входишь в спектакле и другие в том числе да что в работе закончили еще раз подытожу военную кампанию агитбригады тула салют победы сейчас работаем надо пьесой шварца дракон где мне уже доверили спустя два месяца ланселота я не знаю что с этим делать потому что премьера стоит уже на конец июня вот и мо основное мое сейчас занятие который мне дарили рила ольга николаевна кобецкой это фестиваль лапать и валенок который будет проводиться уже во второй раз полностью занимаюсь им составом конкурсными участниками рассылкой привлечением известных медийных людей для того чтобы люди насладились этим фестивалем который проходит в сентябре когда пройдет фестиваль уже известны даты и какие-то будут новинки сюрпризы даты известны 17 18 сентября также в раздолье также в раздолье деревне раздоры всех очень ждем одинцовский округ очень много сюрпризов не буду ничего раскрывать пока но к сожалению прошлый фестиваль вставил нас в некие рамки я к сожалению присутствовал но уже успел напитаться какой-то информации из-за как раз к вида поэтому конечно недостаток людей скажем так мы ощутили само мероприятие получилось но из-за того что к видной рамки людей мне кажется было маловато в этом году мы ждем всех будем рады всем программа будет замечательно все проходит в два дня самое главное что фестиваль направлен на историю всех наших народов наши стране проживает более 190 народов наше многонациональное государство и нам хочется сохранить и показать для наших зрителей в эти два дня историю пускай мы не сможем охватить всю скажем так нашу страну но какие-то части я приведу пример есть такая республика мордовия прекрасно же допустим приехать туда и услышать ирзянский махшанский язык где 12 падежей где разговаривают получается на трех языках ирзянский махшанский русский где есть там свое самобытное блюдо офтон молотень медвежья лапа услышать яркая звонкая шум брат только представьте что не вы теперь туда приехали а это все приехало к вам и вот таких мы рассчитываем что таких людей которые приедут с регионов покажут себя расскажут о себе о своей истории культуре пускай даже и в современном в каком-то творчестве то есть какой-то фолк я не знаю ансамбля мне кажется что людям будет это очень интересно почему сегодня так важно говорить о традициях говорить об истории проводить такие фестивали такие праздники которые будут объединять которые будут показывать насколько мы все с одной стороны разные но с другой стороны насколько мы сплоченные и не можем представить свою большую страну без вот всех этих людей всех этих народов но вы сами ответили на свой вопрос конечно же все это это очень важно особенно в то время которое сейчас происходит мне кажется нам всем нужно ощущать что мы одна очень большая страна мы не отделимы мы не разделимы нас нельзя разорвать там на куски пускай мы говорим где-то на разных языках но мы все равно все вместе у нас одна родина у нас одни корни какие-то в какое место мы не приехали я поездил со съемками по стране очень много я был во владивостоке в барнауле в горноалтайске в оренбурге пермь и везде я только ощущал доброту какую-то приветливость от людей и очень жалко что некоторые из нас живущие даже здесь подмосковье или в нашем в частности одинцовском округе не имеют или пока не имеют такой возможности прикоснуться каким-то вот тем дальним рубежам нашей страны и наш фестиваль лапати вальник дает им эту возможность поэтому я считаю что нужно обязательно приходить программа еще раз напомню проходит в два дня первый день это конкурсная программа где каждый желающий у нас возраст стоит от пяти лет и плюс до бесконечности поэтому каждый желающий может показать себя спасибо тебе давай еще раз напомним что фестиваль лапа тендвалинах состоится в парке раздолье 17 18 сентября приходите будет интересно спасибо спасибо что сегодня пришел рада видеть тебя снова взаимно приглашайте и ты ждем приглашение на премьеру я с удовольствием посмотрю как саша пальчиков сыграет слота договорились по рукам по рукам спасибо что сегодня был с нами вы смотрели программу специальное интервью оставайтесь на нашем канале до свидания